Здравствуйте! Это новости на седьмом канале. Меня зовут Альфия Еремеева. И вот о чём расскажем в ближайшие полчаса. В Красноярске продлили действия режима самоизоляции. Сколько ещё горожанам придётся соблюдать строгие правила. Клещи стали в несколько раз чаще кусать горожан. Готов ли Красноярск дать им отпор? Концерт под стенами больницы. Покажем, как медиков поддерживают красноярские музыканты. Сколько денег потратят на подготовку к новому отопительному сезону. И главное, на что пойдут эти средства. Режим самоизоляции в Красноярском крае продлили до 14 июня. Указ сегодня подписал губернатор. Согласно новому документу, все ограничительные меры остаются прежними. Напомню, на этой неделе магазинам запретили обслуживать посетителей без масок. А за пару недель до этого обязательный масочный режим ввели в общественном транспорте. Однако, несмотря на это ужесточение требований, Красноярский край, по сравнению с соседями, переживает самоизоляцию в более мягком режиме. Например, уличные тренировки красноярцам разрешили спустя две недели после введения режима самоизоляции. А вот, например, в Новосибирске к этому подошли только в середине мая. Кстати, в соседней области действия режима самоизоляции продлили до конца июня, как и в Туве. А в Республике Алтай режим не снимут до 22-го числа. Александр Ус обратился сегодня к красноярцам и напомнил, что в крае продолжает работать большая часть крупных предприятий. С огромным трудом удалось добиться открытия парикмахерских и салонов красоты. На другие послабления Роспотребнадзор разрешения не дает. Гораздо сложнее ситуация в сфере услуг, который закрыт уже почти два месяца. И, конечно же, это самым отрицательным образом сказывается на положении дел там и на материальной ситуации работников. Мы это прекрасно понимаем. Я очень прошу красноярцев все-таки проявить организованность, самодисциплину для того, чтобы в течение этих двух недель мы переломили тенденцию и могли вернуться к нормальной жизни. Это зависит не только от врачей, это зависит не только от губернатора, это зависит прежде всего от каждого из нас. Соблюдайте, пожалуйста, элементарные требования безопасности, их ведь немного. За последние сутки шесть человек умерли от коронавируса в Красноярском крае. За все два месяца в нашем регионе это самый высокий показатель. Скончались трое пожилых мужчин и трое женщин в возрасте за 60. Резко выросло количество пациентов на искусственной вентиляции легких. Было 22, а теперь 50. Помимо этого, в Роспотребнадзоре сегодня рассказали подробнее о тех, кто переносит это заболевание. В основном оно протекает бессимптомно. В легкой форме его перенесли около 700 человек. В средней степени тяжести около тысячи, в тяжелой – 79. Также стало известно, что в число ковид-положительных попали 13 младенцев и 115 детей в возрасте от года до 6. Примерно столько же заболевших среди школьников. Больше всего пациентов среди людей среднего возраста – от 30 до 49 лет. С момента начала пандемии в нашем регионе зафиксировали около 4 тысяч случаев заболевания. Выздоровели 864 человека. А еще сегодня в Красноярске от коронавируса вылечили самую возрастную пациентку. Ей 90 лет. В больнице она провела 17 дней. Состояние оценивали как средней степени тяжести. Из-за ковида у пожилой женщины развелась двусторонняя пневмония. Сегодня пенсионерку выписали домой. Спасибо большое вам, что вы лечите так хорошо. Вы лечиваете людей. Мы очень благодарны вам. Дай бог вам здоровья на долгие-долгие годы. Еще одна отрасль может рассчитывать на меры экономической поддержки, предусмотренные для малого и среднего бизнеса. СМИ включили в перечень компаний, которые нуждаются в помощи государства. О необходимости такого шага на прошлой неделе заявил губернатор Красноярского края Александр Ус и обратился с этим предложением к российскому премьеру Михаилу Мишустину. И вот сегодня, как сообщают федеральные информагентства, председатель правительства дал соответствующие распоряжения. Отмечу, за период пандемии доходы региональных теле- и радиокомпаний, а также печатных изданий и интернет-ресурсов упали на 70-80%. При том, что все это время журналисты не прекращали работать. В поездах дальнего следования отменили социальную дистанцию. Билеты в кассах теперь продают на любые места. Однако другие санитарные требования остались в силе. Это прежде всего обязательная обработка вагонов специальными средствами, влажная уборка и измерение температуры у пассажиров. Я напомню, с апреля в купе стали рассаживать максимум по двое. В плацкартах, схожее правило, может быть занята только одна полка из двух. Кстати, теперь билеты на поезд можно купить за три месяца до поездки, а не за полтора, как было раньше, сообщают в РЖД. День защиты детей пройдет сразу на нескольких онлайн-площадках. Это будут социальные сети, ВКонтакте, Инстаграм, а также Ютуб. Организаторы мероприятия из администрации назвали проект «Фэнтези Град». Это несколько прямых трансляций. Часть из них – творческие мастер-классы от детских школ искусств. Кроме того, пройдут сразу несколько онлайн-концертов от городских дворцов культуры. А еще покажут кино, которое можно посмотреть всей семьей. Эфиры будут идти практически целый день с 10 утра и до 8 вечера. В администрации также зовут всех поучаствовать во флэш-мобе. С 12 до часу предлагаем всем горожанам выйти на балконы, в форточки, не знаю, вылезти по пояс, взять с собой мыльные пузыри и начинать весь город наполнять мыльными пузырями. Потому что, конечно же, мыльные пузыри – это такой неформальный, но очень яркий символ детства, символ непосредственности, мечты, которые лопаются, но и тут же сбываются. Субтитры создавал DimaTorzok Я помечу, что дождливую погоду в гидромедцентре обещают и на начало следующей недели. За эту неделю больше пяти сотен красноярцев покусали клещи. Это несмотря на то, что в городе и пригороде часть территории обработали от паразитов. Усугубляет ситуацию и нехватка иммуноглобулина. В Красноярске даже предлагают ввести режим повышенной готовности. Поможет ли он противостоять атаке клещей, выясняла Юлия Рядчикова. Дезинфекторы знакомятся со списком территорий, которые им предстоит обработать сегодня. Всего 51 гектар. Говорят, в какие-то дни приходится обрабатывать в два раза больше. Точки им указывает департамент горхозяйства Красноярска. Для начала заправляют технику губительным для паразитов раствором. В таком виде дезинфекторы идут на охоту за паразитами. Дезинфекторы обработали эту территорию примерно 5 минут назад. Но это не значит, что находиться здесь полностью безопасно. Клещи продолжают сохранять свою активность после обработки в течение трех дней. Дезинфекция в городе стартовала только в прошлую субботу. В этом году обработка городской территории и пригорода началась с большой задержкой. Первый победитель торгов подозрительно уронил цену. Антимонопольщики их отменили. Чтобы провести следующий, понадобилось три недели. За которые клещи успели расплодиться. Да и теплая погода тому только способствовала. В планах очистить от клещей 445 гектаров городской площади. Это практически столько же, что и в прошлом году. Клещей, правда, стало в шесть раз больше. Городского хозяйства работает по своему плану. А природа работает по своему плану. Природа сказала, что везде концентрация клещей в 10-20 раз выше в черте города. Значит, нужно обрабатывать всю черту города, зеленую. А у нас из нескольких десятков тысяч гектар территории города Красноярска обрабатываются всего 400. Понимаете, что это капля в море. В этом смысле нужно пересмотреть площади, о чем было сказано департаменту городского хозяйства. В том числе рекомендовано Роспотребнадзор. Депутаты вынесли этот вопрос на профильный комитет по охране окружающей среды. Из-за роста числа укусов клещей и отсутствия иммуноглобулина рекомендовали мэру ввести в городе режим повышенной готовности. Это позволит привлечь к обработке территории еще одного подрядчика, не тратя времени на торги. Такой же алгоритм, по мнению депутатов, сработает и при закупке иммуноглобулина краевым Минздравом. Красноярцы паникуют из-за его отсутствия. Например, Татьяна обила пороги ни одной инстанции, прежде чем ее ребенку поставили лекарство. Отправляясь отдохнуть на природу, все члены ее семьи были застрахованы. Но, как показал личный опыт, работает полюс не всегда. Представитель страховой мне сказал, что иммуноглобулина нет, его нет не только в городе, но и в России. Поставить они ребенку иммуноглобулин не могут. Инфекционист нам выписал амоксицелин ребенку, который в принципе не имеет никакого отношения к болезни Лайма. В амоксицелине в фармакологии не написано болезнь Лайма. И потом мне перезвонил инфекционист через какое-то время и сказал, что он забыл нам назначить орбидол. Орбидол также не имеет никакого отношения к профилактике клещевого энцефалита. Иммуноглобулин понадобился оперативно, так как клеща потеряли и наличие инфекции исключить было нельзя. Анализ крови на энцефалит девочка сдала платно. Когда паникующая мама предала ситуацию огласке, пригрозив страховщикам судом, затраты компенсировали. Нашелся и иммуноглобулин. В Минздраве нам пояснили, что дефицит этого препарата у страховщиков для них остается загадкой. В этом году ведомство закупило этого препарата на 30% больше обычного. Закупку распределяют на стационарных больных и детей до 7 лет. При обнаружении у клеща вируса энцефалита проводится экстренная пассивная профилактика. То есть вводятся готовые специфические антитела, которые содержатся в иммуноглобулине. Когда введение иммуноглобулина не показано, разрешенным средством экстренной профилактики является лекарственный препарат йодофенозол. Выходит, что на бумаге все хорошо и необходимости в режиме повышенной готовности вроде как нет. Правда, эпидемиологи констатируют, клещи нападают куда чаще. При этом из 7 тысяч исследованных паразитов почти 2% носители энцефалита, 34% баралиоза. На этом список инфекций не заканчивается. Но и они могут сделать из абсолютно здорового человека инвалида. В Минусинске полицейские задержали 30-летнюю женщину, которая убила собственного ребенка. Она оставила тело новорожденного на берегу реки. Все произошло в марте, но арестовали нарушительницу только сейчас. После того, как экспертиза подтвердила, именно она мать погибшего ребенка. Сейчас ей грозит до 5 лет лишения свободы. О других новостях в двух словах расскажем далее. Крупный штраф грозит организатору вечеринки в одном из баров Центрального района. Это 35-летний житель Красноярска. Против него полицейские возбудили административное дело. Кроме того, сотрудники МВД проверят и других участников встречи. Возможно, их также привлекут к ответственности. Часть советского района на сутки останется без холодной воды. Из-за пандемии полную остановку водозабора решили отменить. Однако совсем без ремонта не обойтись. На магистральных сетях есть болевые точки, ради которых и придется отключить воду на трубопроводе по улице Ястынской и Первой Смоленской. Жителям Зеленогорска разрешили выезжать за пределы города. Теперь оформлять специальное заявление не нужно. Однако показать паспорт на КПП все же придется. А вот прием заявлений на въезд на время приостановили. Также не действуют пропуска, оформленные до 27 марта. Добавлю, за все время коронавирусом в Зеленогорске заболело 13 человек. Аэрофлот не будет пускать на борт пассажиров без масок и перчаток. Авиакомпания изменила правила обслуживания. В салон не пустят пассажиров с температурой выше 37 градусов. Во время полета каждые три часа маску нужно менять. А вот снимать ее запрещено. Кстати, ходить по салону тоже не разрешат. Только если нужно в туалет. Через полторы минуты мы снова вернемся к теме коронавируса. Расскажем о ситуации в поселке Вахтовиков. Пока вы дома, мы строим. Второй потолок в подарок. Натяжные потолки Блейхерт. 22-22-111. Мам, я бургер хочу. Мам, хот-дог хочу. А мне горячий шоколад. Ну, мам! На автозаправках Красноярск Нефтепродукт можно купить вкуснейшие букеры. Хот-доги, круассаны, горячий шоколад, бодрящий кофе и многое другое. Красноярск Нефтепродукт. Заправил авто? Заправься сам. Пока вы дома, мы строим. Наверняка многие из вас слышали городскую легенду о том, что большинство лесных пожаров в Сибири происходит из-за того, что некие черные лесорубы пытаются скрыть места, где они проводили незаконные рубки. И если бы здесь действительно поработали черные лесорубы, то вот таких пней мы бы здесь точно не обнаружили. В новой программе «Таёжный спецназ» автор и ведущий Денис Денисов расскажет, почему горят леса, кто защищает лес от пожаров и паразитов и разрушит привычные стереотипы о сибирской тайге, раскрыв её истинное глубинное значение для людей и экологии. Смотрите каждый понедельник в 8 часов вечера. «Таёжный спецназ» на 7. Больше 200 вахтовиков полюса вылечилось от коронавируса, а количество сотрудников с положительным диагнозом не росло с начала недели. Как сейчас лечат вахтовиков и что рассказывают те, кто уже переболел, расскажем в следующем сюжете. 36,8 заполнится. Победу над ковидом праздновать рано, но тенденция позитивная. На полюсе уже выздоровели 220 сотрудников. Их выписали из больниц Северо-Енисейска, Лисосибирска, Красноярска, ФМБА, а также госпиталя ОГОК. Те, кто переболел, вспоминают, как это было. Подтошнило так слегка, ну не рвало ничего, тошнило просто. Так, тошнота лёгкая подходила, отпускала. Аппетита не было, как бы не хотелось есть. Ну как, ел так, но аппетита не было. Потом вкус пропал, ну а боление пропало. Госпиталь для заболевших, мобильный стационар, расположенный в полевых условиях. Там находится приёмник, клиническая лаборатория и палаты. Внутри всё оснастили современным медицинским оборудованием. Например, аппаратами ИВЛ и лабораторной диагностики. Сейчас там лечат пациентов с лёгкой и средней степенью тяжести. У меня заболевание протекало, я так понимаю, в лёгкой форме. То есть, каких-то осложнений не было, помимо повышенной температуры и головной боли в первые дни. Потом, то есть, никаких осложнений не было. Поэтому, в принципе, протекло более-менее легко. Полевой госпиталь обеспечили и всеми необходимыми медикаментами. Это гарантирует работу в автономном режиме в течение месяца. Вместе со специалистами ФМБА там работает 70 военных медиков. Здесь мы выполняем анализ, общий анализ крови, общий анализ мочи, коглогические исследования, рефимические исследования, анализ на циреактивный белок, а также на дедимер, количественный мер. Мы готовы сделать все необходимые анализы, которые поступят на лабораторию. Несмотря на вирус, олимпиадинский ГОК останавливать нельзя. Это непрерывно действующее предприятие, работая в бесперебойном режиме. Для безопасности сотрудников там ввели перчаточно-масочный режим, обязательное соблюдение социальной дистанции, а во всех помещениях регулярно проводят дезинфекцию. Также сейчас максимально ограничен въезд и выезд с предприятия. Все меры направлены на то, чтобы побороть инфекцию и не допустить ее дальнейшего распространения. Юлия Рядчикова, Виктор Бородин. А в Красноярске для тех, кто уже два месяца борется за жизни красноярцев, устроили концерт. Сегодня музыканты группы Яхант выступили для врачей и пациентов 20-й больницы. Все происходило прямо возле стен медучреждения. В программе, которая называется «Мы с вами», были хиты красноярской группы. Также артисты поздравили медиков, которым приходится встречать свой день рождения на работе в изоляции. Сейчас в крае больше тысячи врачей борются с эпидемией. И такой необычный и неожиданный концерт, по словам медиков, как минимум поднимет настроение и прибавит сил. Есть у нас просто регулярные врачи, которые по самоизвернению зашли, без всяких приказов, зашли работать. Уже два месяца работают, спасают людей, спасают жизни. Это не просто какие-то слова, это на самом деле и их работа, и тяжелая работа достаточно. Они ограничены, и вот это ограничение сегодня разрядили таким прекрасным концертом, на веселой, на хорошей ноте. Я думаю, что это будет тонус для работы наших медиков. А теперь о том, как другие страны борются с пандемией. В Латвии сняли практически все ограничения, связанные с карантином. Работают торговые центры и скоро планируют открывать границы с соседними странами. Там сейчас живут две наши соотечественницы о том, как Рига возвращается к привычной жизни в новой серии проекта «Жизнь без короны». Меня зовут Алена. Меня Людмила. Сегодня мы вам покажем улочки нашего, повторюсь, любимого города. Да, и немножечко вам расскажем о ситуации, как сейчас мы живем в режиме ЧС. Время, час дня. Центральная улица города Риги. На данный момент практически сняты все ограничения. Единственное, что сейчас есть, это ограничение по количеству 25 человек с соблюдением всех мер предосторожности. И общественным транспортом можно пользоваться только в маске и перчатках. Рестораны, кафе также, можно сказать, наверное, 50% ушли на доставку только. То есть так они не работают. А сейчас, с 12 мая, потихоньку начали открываться кафе, рестораны. То есть можно уже заходить. Там есть ограничения по метражу. Столиков как бы разграничивают, ставят где-то резервацию. Как вот я видела, один столик работает, один столик на резервации. Все торговые центры работают. Они сейчас вернулись к своему нормальному режиму. Хотя ранее по выходным торговые центры не работали вообще. Что касается работы, лично я не посещала работу уже с 18 марта. Наше предприятие решило на время карантина работать из дома. В настоящий момент мы планируем выйти на работу 1 июня. Хотя карантин у нас до 9 июня пока объявлен. Мои друзья есть знакомые из сферы обслуживания ресторанов, которые остались без работы, к сожалению. Но их уволили с последующим восстановлением, когда закончится карантин. То есть сейчас они стоят на бирже. В ближайшем будущем планируется открыть границы между странами Европы. На данный момент у нас открыты границы Балтии, стран Балтии, Литва, Латвия, Эстония. В будущем планируется открывать и Польшу, Германию. И на прощание мы вам говорим, когда откроются границы, приезжайте к нам в гости. У нас классно! Рига клёвая. Очень классно! Мы вас ждём! Около 12 миллиардов рублей направят на подготовку объектов ЖКХ к новому отопительному сезону. Этот вопрос обсуждали сегодня на видеоселекторном совещании с главами городов и районов края. Руководители отчитались, к зиме подготовят больше 50 миллионов квадратных метров жилого фонда, а также 12 теплоисточников, около полутора тысяч котельных и почти 13 тысяч километров тепловых и водопроводных сетей. Если говорить о нынешнем отопительном сезоне, то он завершился в 58 муниципальных образованиях. В целом, этой зимой серьёзных технологических сбоев не было. Несмотря на то, что отопительный сезон прошёл стабильно, но всё равно зима традиционно помогла нам выявить слабые места. В связи с этим в городе предстоят большие работы. Мы заменим порядка 9 километров трубопроводов тепловодоснабжения и более 300 километров электросетей. 2020 год для Красноярска является вообще годом историческим. И мы входим в огромную работу, десятилетнюю программу модернизации нашей тепловой системы города Красноярска. Кроме того, в регионе продолжается северный завоз. В отдалённые районы края должны привезти больше 200 тысяч тонн топлива. На сегодня доставили 15% от запланированного. Сейчас на подготовку к отопительному сезону также влияет пандемия и связанные с ней ограничения. Например, собираемость платежей с населения снизилась. На совещании председатель краевого правительства Юрий Лапшин напомнил о мерах поддержки для ресурсоснабжающих организаций. В случае необходимости компании могут рассчитывать на аванс от профильного министерства, чтобы полноценно подготовиться к зиме. До чего мы договорились, это было в указе губернатора, что мы чётко соблюдаем дисциплину платежей по бюджетно финансируемой организации. С тем, чтобы здесь никаких предоставленных федеральным правительством возможностей для отсрочек и переноса платежей не было. На Железногорской ТЭЦ началась подготовка к предстоящей зиме. Особое внимание там уделяют экологичности. Сейчас на паровых котлах стоят электрофильтры. Новый комплекс мер прорабатывают до начала отопительного сезона. Тему продолжит Виктор Бородин. Отопительный сезон окончен, но работы у энергетиков меньше не стало. Так на Железногорской ТЭЦ уже начали готовиться к предстоящей зиме. Этот объект – главный источник энергии для Железногорска и Сосновоборска. Его эксплуатацию осуществляет краевое предприятие «Красэко». Сейчас рабочие ремонтируют оборудование, например, приводят в порядок паровые котлы. Капремонт первой и тестирование тепловой сети и трубопроводов энергетики почти завершили. Подготовка к следующему отопительному сезону происходит в плановом режиме. Разработаны необходимые документы распорядительные, в которых обозначены намеченные мероприятия. Предстоит нулевой останов. С 1 по 14 планируется выполнить работы, которые нельзя сделать в период работы тепловых сетей. Планируется выполнить гидравлические испытания. Современная ТЭЦ – это не только теплоснабжение, но и забота об экологии. Так, на этих паровых котлах установлены электрофильтры по очистке от дымовых газов. Эффективность их работы почти 100%, что подтверждает постоянный контроль. Помимо этого, на ТЭЦ регулярно следят за состоянием воздуха на границе санитарно-защитной зоны. В целом, такие мероприятия позволяют исключить экологические риски и обеспечить безопасность для окружающей природы и здоровья населения, отмечают на предприятии. За все время наблюдения лабораторных исследований, качество воздуха на границах санитарно-защитной зоны за ее пределами не превышало предельно допустимых нормативов. Подобным образом, исполняя требования законодательства, мы и следим, и обеспечиваем экологичность производства. Особое внимание на предприятии уделяют и отходам производства. По их утилизации, хранению и обезвреживанию заключают договоры со специализированными компаниями. Помимо принятых мер, прорабатывают и дополнительные. Так, в ближайшие годы планируют улучшить качество сжигаемого топлива и снизить концентрацию выбросов вредных веществ. Виктор Бородин, Валерий Чащин, Седьмой канал. С понедельника Седьмой канал запускает новый проект. Программа «Таежный спецназ» будет выходить каждую неделю в 20.00. Ее автор и ведущий, наш коллега Денис Денисов, будет рассказывать, почему горят леса. Кто защищает их от пожаров и болезней. Он попытается развеять многие мифы, касающиеся жизни и работы в естественной среде. Героями программы станут люди десятков разных профессий со всего Красноярского края. Меня в работе журналистом всегда в первую очередь привлекала возможность узнавать что-то новое и потом профессионально об этом рассказывать. А лесная отрасль, лес, тайга, вот то, о чем эта программа, это такая сфера, в которой всегда можно узнавать что-то новое и бесконечно об этом потом рассказывать. И еще большой удачей было то, что большинство съемочных дней пришлись на карантинные дни. И мы с оператором и съемочной группой были максимально далеко вообще от всех. И о социальном дистанцировании вообще не приходилось задумываться. Каждую неделю съемочная группа таежного спецназа будет рассказывать о том, что происходит вдали от федеральных трасс и на территориях, куда без специальной техники не добраться. Например, очаги лесных пожаров и территории, зараженные древесными паразитами. Помогать ему будут ученые, специалисты и руководители из различных отраслей. Кстати, многие предприятия, на которых он побывал, никогда не попадали в объектив телекамер. Напоминаем, первый выпуск таежного спецназа выйдет в эфире в понедельник, 1 июня в 20.00. В этой передаче мы хотим показать горожанам, красноярцам, нетронутую сибирскую тайгу. Ту тайгу, которая недоступна для многих в простой жизни. Ну и в наше время запустить такой проект, вообще в наше время запустить что-то новое, это, по-моему, то, чем можно гордиться. И теперь информация о погоде. В субботу, 30 мая, в Красноярске облачно, дождь, ветер южный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 728 миллиметров ртутного столба. Ночью 6 градусов, днем до плюс 16. И к этой минуте у нас все сообщения. Если у вас есть свои новости, звоните в нашу редакцию по телефону 2-900-333. Присылайте фото, видео и текстовые сообщения на наши вайбер и ватсап. Номер 8-391-2900-333. А также следите за нами в социальных сетях. В студии для вас работала Альфия Еремеева. Берегите себя и только хороших вам новостей. Помещения для бизнеса сдаются в аренду. Парковка коммуникации. 8-902-941-11-34. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова